Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края 11 августа Забайкальский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата законодательного собрания Забайкальского края Юрия Шкретова и Евгения Гуляева, которые обвиняются в убийстве криминального авторитета Виктора Сверидова в составе организованной группы. Подсудимый Шкрет разумеет судержность востража два суда заставленных на бой. Защиту интереса подсудимого судебного сестра не предстатает адвокат Валерий Александр Владимирович Коробокольцев Вячеслав Валерийович, Бондарь Дмитрий Забайкальский, Филипп Динамик Федорович. Отметим, что сегодня в ходе предварительного заседания Шкретов отказался от одного из адвокатов и выдвинул ходатайство об участии в процессе общественного защитника. 12 августа будет формироваться коллегия присяжных заседателей. Интересы потерпевшей в суде будет представлять адвокат. Сегодня за Байкальским краевым судом начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению Шкретова и Гуляева в совершении убийства, квалифицированного убийства по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное уголовное дело будет рассматриваться коллегией присяжных заседателей, в связи с чем более подробной информации по делу в настоящее время я не могу до вас довести. Однако, согласно предъявленного обвинения, будут перед присяжными поставлены соответствующие вопросы, на которые они ответят в конце судебного следствия. Сроки наказания за совершение подобных преступлений от 8 до пожизненного лишения свободы. По версии следствия, летом 2003 года по указанию Игоря Осинцева и Игоря Мельничука, активные члены возглавляемой имя группировки Юрий Шкретов, Евгений Гуляев и еще 7 человек совершили убийство криминального авторитета Виктора Сверидова по кличке Сверид, которого под надуманным предлогом заманили на базу, принадлежащую Шкретову, где расстреляли. Тело потерпевшего сожгли в дачном кооперативе в районе села Смоленко Читинского района. В отношении лидеров и других членов преступной группы уголовные дела были выделены в отдельное производство.